Осознанное сновидение, возможность почувствовать себя внутренним или великим диктатором, оказавшись в воздействии материализированной желания, можно отжать телевизору логовника, полететь в лечебницу на розовом фоне и тачать тело самого лучшего кота. Осознанный сновидение, в котором вы понимаете, что спите, при этом если в обычном сне вы выступаете как обычный зритель, то есть просто смотрите фильм, то в осознанном сновидении вы сами управляете своим сном, можете делать что угодно, ограниченное столько воображения и чувство совершенно безнаказанной свободы действия. В общем, в этой матрице можно делать все, что вам нравится, все то, что вы не можете сделать в реальном мире. Бапа, это все. Осознанное сновидение, как правило, случается, когда человек спит, как обычно, но вдруг понимает, что все это сном. Научиться вызывать это состояние довольно просто, хотя это и требует некоторого времени и терпения. Первое. Нужно удерживать намерение научиться этого во протяжении нескольких недель, то есть думать об осознанных снах как можно дольше и не зачитать соответствующую литературу. Ведь нередко бывает, что если мы целый день думаем о чем-то или занимаемся каким-то делом, то именно это нам не снится. Второе. Важно развить в себе навык вспоминать и записывать сны. Надо положить рядом с кроватью блокнот и ручку на каждое утро, не открывая глаз и двигаясь, вспомнить сны, а попробовать снах и записать. Так что можно воспользоваться телефоном на вашем мобильном устройстве. Третье. Регулярно спрашивать свой мозг. Это сон или реальность? Может показаться редким идиотизмом, но это работает. Дело в том, что во сне мы часто выполняем те действия, к которым привыкли в реальность. Например, привычно ходим по земле, несмотря на то, что нет никаких пипец, чтобы полетать. Привычно заходим в дверь, хотя ничто не мешает пройти сквозь стены. Есть несколько способов, чтобы проверить во сне вы или на юге. Зажмите нос пальцами и закройте рот, если вы при этом можете дышать на тишине в плетении. Можно даже попробовать дышать под водой. Попробовать прочесть, чтобы было отвести взгляд и опять прочитать. Уже вот гостка, смотри. А все, нет. Каждый раз, когда вы на них будете смотреть, время будет меняться. Присмотрите в внешности человека из постоянного вашего умения. Например, к другу или однокласснику. В сновидении его внешность может быть естественно искажена, либо же в акции нет облик другого человека. Если привыкнуть спрашивать себя, а не сон ли это, то рано или поздно этот вопрос задав себе и ваше мнение. Осознанные сновидения легче всего войти ранним кустом. Если вы проснётесь, к примеру, в 6 утра, и на протяжении 15 минут подопустим, например, в туалет, выпить чаю, что-то перекусить, и обратно пойдёте спать, то на протяжении нескольких и следующих часов вы будете просыпаться в так называемых микропропоруджениях, которые мы используем для того, чтобы подниматься в обратной голове или перевернуть подушку. Но ни в коем случае не стоит этого делать. Поймав микропропорудение, надо мысленно выходить из своего тела. Как бы абсурдно это не звучало, встать, покатиться или... Папа, капец, 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 кап Бабайка 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 было мало мало